Ну ничего себе размерчики. Я знаю что это, это филиал Хогвартса. Сегодня такси не работает, пришлось поехать на танки. С вами снова Александр, более известный как геро, на этот день настал. У нас сегодня первая серия атомных приключений. Не забываем подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. В этот раз я буду не один. Сейчас мы едем в сторону напарника, где-то он должен быть здесь. Мне нужны координаты, ага, мы должны в ту сторону ехать. О, наконец-то, беспалевный квадроцикл, нам туда. Все, ей, наконец-то. Даже нет, лагом и багом, скачивай только рабочие версии модов и сборок на сайте heroincraft.ru. Все ссылки в описании, жду вас там. У, друзья, я узнаю этот люк. Это люк не просто так, он заперт с помощью силы лайков, чтобы ни один бандит туда не забрался. Да, здесь водятся бандиты, ребятки, они любят грабить разных выживших. Но окей, теперь самое главное. Дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео. Нам нужно всего лишь навсего 8 лайков, чтобы открыть этот люк. А за люком есть наш напарник, который нас ждет, не дождется. Вот-вот-вот, вставь. О, большое спасибо, дорогие друзья, что вы поставили. А если вы еще... И двойне спасибо, если пишите комментарии. Втройне спасибо, если вы еще какого-то подписанное. А и в четверне, если вы еще колокольчик нажали. Ну и так далее. Просто насладись этим, своей наградой за то, что ты поставил лайк. У, какая красота. Слушайте, это бункер. Та-да-да-дам, та-дам. Да, ребятки, это Нубик. Привет, Нубик. Привет, Геронушка. Я тебя уже заждался. Я прям танцую от радости. Окей, друзья, значит так. У нас... Нам нужно будет построить домик, куда мы будем склотировать наше несметное богатство. Кто не знает, по слуху, в этой пустыне есть пять камней бесконечности. Угу. И тот, кто найдет все эти пять камней первым, тот окажется в шоколаде. Так, сейчас посмотрим, что у Нуба есть. О, наконец-то, хоть какое-то оружие нормальное с бесконечным зарядом. Так, броня у меня есть. И у меня еще есть броня вот для Нубика. Окей, теперь... О, вот-вот-вот-вот-вот. О, Нубик, что-то сделал с компьютером. А-а-а. Он переустановил операционную систему, теперь мне все заново нужно будет настраивать. Это хорошо, ребятки, потому что мы сможем торговать и покупать ништяки в интернет-магазины. Я не за изумрудики. Теперь, смотри, у нас есть три выбора, и этот выбор зависит только от тебя. Если мы выберем левую дверь, мы построим домик в небесах, большой, красивый. Если ты выберешь среднюю дверь, то есть дверь напрямо, прямо, да, то мы построим особняк на земле и будем отстреливаться от бандитов, ракетницами, пулеметами, автоматами и всем остальным. Если ты выберешь этот вариант, мы построим домик на дереве, ну или, не, лучше под землей. Ну что, пишите в комментариях, идем мы налево, прямо или направо. А я вам сейчас расскажу, что есть в сборке, и мы отправимся на приключение. И, наверное, мы сейчас удолжим у Нубика АТВ. Уууу, снег пошел. Ядерная зима, ребятки, в ее обычном проявлении. Так, что здесь? Есть еще в этом моде установлено три мода на добавляющие разные интересные скиллы, но мне их ведется разблокировать. Один из них вы можете посмотреть вверху справа. Он отображает свой опыт. Вот второй мод на скиллы находится вот здесь, но его еще нужно разблокировать. Для этого я сделаю себе специальную книжку. Ну а пока суд доделал, поехали за едой, потому что жрать абсолютно нечего. Как вы поняли, вода здесь замерзает, превращается в сухой лед, поэтому выращивать просто на грядках не получится. Нужно искать варианты. Помимо всего прочего, здесь четыре мода на боевую магию для пущего экшона. Плюс ко всему, здесь нету деревьев, как вы заметили, нигде. Так что с деревом будет по вечный напряг, это интересно. Помимо всего прочего, здесь есть немножко электроники в виде иммерсив инжиниринга. Так, чувак, что продаешь? Он продает всякие прикольные ништяки, но у меня нет ни алмазов, ни магических кристаллов, ни тем более спеллбуков. У меня вообще сейчас горяк, чувак. И здесь есть арканический столик для зачарования, который нам тоже в будущем пригодится. Но это все попозже, у меня все равно опыта нет. Главное, их жратва, не отвлекаемся. Наверное, сейчас я поеду, буду убивать немножко зомбяшек, с них гнилая плоть выпадает. Хотя бы. Но танке особо, как говорится, не покатаешься, он, во-первых, медленно, а во-вторых, бензин скоро закончится. Я его ставлю для особого случая. Хе-хе-хе. Какая-то неведомая светящаяся хрень. А, киберзомби. О, отличные, ребятки. Мы сейчас навыбиваем из них киберзапчасти. Здесь можно стать киборгом. Помимо всего прочего, мод на киборге я недавно обозревал. Я не знаю, вы что-нибудь увидите или нет. Но вы сами понимаете, я не могу использовать зелье ночного зрения, потому что у меня его нет. Хотя подождите, а давайте на четыре. В письмерти я превращаюсь вот такого призрака. Мне дают в руки ключик. И я должен сейчас отправиться и найти свою могилку. Ай. Причем времени у меня довольно мало. У меня все решено, все одна минута. Потом через одну минуту моя могилка куда-то пропадает. Ну, во всяком случае, это один из самых веселых модификаций на смерть, которую мне удалось найти на данном... Какого черта? Он мою книжку украл, вот сукин сын. А, смысл, смысл ли? Все, сваливаем, 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 сваливаем. Ух, ей. И, кстати, о. О, ребятки, военный склад. Ура! Если повезет, кого-нибудь из выживших найдем. Ну, правда, я боюсь, что мы скорее найдем бандитов, чем выживших, но до черт с ним. Так, чем вы заставили... О, у меня древесина откуда-то появилась. Давайте посмотрим, что дают этот рандомный лут. Да. И... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Да, ребята, у меня есть некий Balance Tool. Что это такое? Отлично, копающая кирка. На самом деле, из-за мода на RPG я не могу пользоваться обычными кирками из железа. Потому что мне нужно прокачать скилл по использованию хороших кирок и так далее. То есть, скорее всего, я даже топором железным пользоваться не смогу. Но это мы сейчас тоже проверим. Так, и главное не потерять наш квадроцикл Потому что он один, его даже купить нигде нельзя И уж тем более скрафтить Это эксклюзив, ребятки, эксклюзив Для Нуба, ему подоили Разработчики Майнкрафта, Маджанги В честь того, что Нубик приносит много просмотров Они сказали, чувак, ты достойный этого Ууу, смотри, я что-то видел На самом деле еды здесь много Потому что здесь есть спам Харвесткрафт, у которого эти еды Смотри сколько, просто Посмотри сколько жратвы Несколько страниц с бургерами И прочими вкусняшками, круто О, прикольная еще вещь Вот угадайте, вот просто Давайте проверим ваше познание в Майнкрафте Прямо сейчас, напиши, дорогой друг, не ленись Поставь видео на паузу Напиши, из какого это мода портала Это портала, вид сзади Так, эх Ломаем, ломаем Уи, блин, мне отбиваться от них надо Давайте, идите отсюда лесом Блин Все-таки зомби-киборги Они довольно тяжелые Ой, ё-моё, ой, ё-моё Тут еще бандит А, это, знаете, что это за черные зомби Это бандиты, которые стали зомби Хи-хи-хи-хи-хи-хи Я сейчас сам стану зомби Давайте, используемся телепортом Есть! На самом деле, этот специальный мод Он упрощает от своей изучения местности Работает он следующим образом Каждый из четырех телепортов Соединяется с другим телепортом Который Перекидывает тебя на тот телепорт Ну вот смотри Давайте дождемся дня И я вам расскажу А пока поохочусь в свое удовольствие Кто-нибудь мне может объяснить Почему я так безбожно мажу абсолютно? Не могу попасть в этого придурка Просто посмотрите на это Тут даже дым отображается Вокруг этой могилки Надпись Герон Форева Умер от того-то Так, давайте не будем искушать судьбу Окей, прикольно Очень прикольно Теперь Самое главное Кроме всего прочего Здесь встречаются мини-боссы Мне попался невидимый мини-босс Видишь частицы? Это мини-босс Он невидимый Он берсеркер Он способен воскрешать себя Любимого Твою же налево К сожалению Зомби здесь днем не горят Но то и зомби апокали Ребята С него выпала зачарованная шмотка Ей Учитывая, что зачарование мне будет доступно Очень нескоро Это очень классно Так Ну-ка Ну-ка Сяна-косе О 5 протекшн На протекшн 2 О Наконец-то Хоть что-то Короче, работа этого телепорта очень просто Вот этот телепорт, он телепортирует тебя вот в том направлении ровно на 500 блоков Где стоит точно такая же набора из 4 телепортов Если я пойду в тот телепорт, я тоже телепортируюсь на 500 блоков И попаду в точно такой же хаб из 4 порталов То есть каждые 500 блоков и в том направлении, и в том направлении, и в том направлении Туда и туда, в шахматном порядке, находятся вот такие вот телепорты Поэтому можно переместиться на любое расстояние быстро и непонужденно. Я пытаюсь вспомнить, где я ставил квадроцикл. Так, это не то место. По-моему, я потерял квадроцикл с концами. Так, давайте голубой портал. Зеленая трава встречается в вот таких маленьких оазисах, вокруг которых вода, которая тут же замерзает. Больше ничего. Зеленая трава нам нужна, но для этого нужны нам шелковые касания, для того, чтобы потом добыть себе семена. И еще очень забавная вещь, это воск. Из него можно делать свечки. Это классно. Свечки, хоть какое-то освещение в условиях дефицита дерева. Кстати, в сборке неприличное количество модов, которые что-то где-то улучшают, на маленькие полезные менюшки и так далее и тому подобное. Один из них это поиск по названию. Красота. Просто. В каждом прокачанном уровне у меня становится больше жизни, и сильная атака, и живучесть, и так далее и тому подобное. Но тем не менее, помимо всего прочего, у меня есть, как его называют, молот под названием Пикачу, который позволяет вот так делать. Три на три ломать. О да, детка. Правда, ломает он медленно, потому что это самый дешевый молот, но он красивый. Трехмерный. Так, и куча эссенции магические, из которых мы будем выращивать растения, которые будут давать нам ресурсы. Ура! Но правда, нам до этого далековато. Так, давайте посмотрим, что тут. О, еда! Еда! Классно. О, семена! Наконец-то! Это я тут нехорошо зашел. О, ловушечки! Смотри, видишь, прижимная плита рассчитана на дураков? Да, конечно. Под ней, конечно же, динамит! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ой, дураки! Так, а что там было? О, еще еда! Смотри, что я нашел. Прикольная штука, по-моему. Ребята, это что-то очень важное и нужное. Во всяком случае, тут есть бесхозное железо. Это уже хорошо. И редстоун, хорошо. Ау, куча зачем-то огня. И, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, автопрыжок. Ты мне не... Ууу, Незерак. Я, правда, не знаю, зачем он. Но будем знать. О, железо. Железо я люблю. И, и, и. Здесь еще была книжка, по идее. А где книжка, э? Вот она, вот она, вот она, вот она книжка, где рассказывается, что это за дом. Короче. Какой-то Нубик пишет, что это был его первый дом, который он построил какой-то... Который был у него на сервере, где они играли в PvP против друг друга. У него было важное задание плавать железо для всей гильдии. Он так гордился собой, что этот Нубик воспроизвел этот дом здесь. Короче, здесь не один Нуб, и это хорошо. Ух, сколько тут железа, блин, да жупая просто. А что у нас наверху? Наверху никого. Ну, как всегда, наверх забираешься, ничего. Окей. Показываю фокус. Для начала мы делаем макновенную кожу. Потом нам понадобится верстак и специальный фрейм. Вот так вот. И теперь у нас портативный верстак. Используй, где хочу. Потом выкладываем вот такой вот рецептик. Получаем книжку со скиллами. И она всегда доступна вот здесь. Здесь есть классные скиллы. Называется он увеличение скорости работы печек. И вот это мне сейчас пригодится больше всего. Самое интересное, что эти самые скиллы всегда можно поменять обратно. Покликать по ссылочкам в описании. Там есть все необходимое. В том числе список модов и сборки. Сборка выйдет, когда будет обзор на эту сборку. Это будет на канале Герон Гайды. Поэтому подписывайтесь на этот канал, ребятки. Давайте, как только набираем тысячу подписчиков на канале Герон Гайды, я сразу же выпускаю эту сборку. Наверное так. Поехали.